Неисследованный мир под ледяным покровом Гренландии обнаружены более 50 озер. 26 июня 2019 года, 18-10 Арсений Скрынников британские специалисты обнаружили в Гренландии 56 ранее неисследованных подлёдных озер. Их изучение, по мнению экспертов, позволит проследить влияние глобального потепления на арктический ледяной покров в динамике. Также учёные рассчитывают найти в этих озёрах следы жизни. Исследователи из Ланкастерского, Шиффелдского и Стэнфордского университетов, Великобритания, обнаружили под ледяным щитом Гренландии 56 ранее неизвестных озер. Теперь их число достигло 60. Об этом сообщается в еженедельнике. Подлёдные озера, не редкость для Южного материка, тоже покрытого гигантским ледяным щитом, но редкость для Арктики. Самым крупным известным озером на сегодняшний день является Антарктическое озеро Восток. Учёных привлекает замкнутый, неисследованный мир этих водоёмов, изолированных от окружающей среды многокилометровым слоем льда. Как выяснилось, Гренландия также обладает своей системой подлёдных озёр, спрятанных под ледяным щитом крупнейшего в мире острова. Исследователи проанализировали данные, полученные с помощью радиоэхолота, и обнаружили 54 подлёдных озёра. Ещё два удалось обнаружить в результате измерения изменяющейся высоты ледяного покрова на поверхности острова. По мнению учёных, на формирование подлёдных озёр Гренландии повлияли три фактора. Мощное давление толще льда на литосферу, геотермальное тепло планеты и стекание талой воды под ледяной щит, вызванное глобальным потеплением. Наше исследование впервые позволило начать формировать представление о местах возникновения озёр под гренландским ледяным щитом. Оно необходимо для выяснения влияния этих озёр на более широкую подлёдную гидрологическую систему и на динамику движения льда, а также для лучшего понимания термического состояния основания щита, заявила ведущий автор работы Джейд Боулинг, представляющая экологический центр Ланкастерского университета. Длина обнаруженных озёр варьируется от 0,2 до 5,9 километра. Исследователи выяснили, что наибольшие скопления подлёдных водоёмов находятся на востоке и севере острова, где изменчивый рельеф заполняется талой водой и удерживает её. Эти озёра могли бы стать для нас важными объектами прямого исследования возможных следов жизни в экстремальных условиях, а также озёрных отложений, сохранивших свидетельства изменения климата на планете в прошлом, подытожился автор работы доктор Стивен Ж. Ливингстон, старший преподаватель кафедры физической географии Шифилдского университета.